Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем первом канале. 29 апреля, 29.04.2022. Ой, 65-й день этой проклятой войны. И каждый день трагедии, каждый день Украина, украинский народ все время от этого путинского карлика, этого галема белорусского, Лукашенко, гауляйтера путинского, все время страдает. Тут отставной там полковник или подполковник проявился там, Слащенко говорил, что-то опять начал там про Лукашенко, что Запад с ним будет переговоры вести. Ну хватит вот эту уже байду жевать. Прямо как будто вам какие-то как вставляют в рот пластинку какую-то, уже еще один начал болтать. Никто с ним никаких переговоров вести не будет, его просто ждет трибунал. Нормальный трибунал, скорее всего, будет смертная казнь для него через повешение. Какие переговоры? С кем? А вы когда что-то трепетесь про Лукашенко, сразу возьмите, поедите в Бучу, в Ворзель, в эти села, Богдановку, остальные. Посмотрите, сколько убиенных людей, поэтому хватит болтать. Вот эту чушь несете, это урод. Если бы не этот урод, не было бы Северного фронта. В Чернигов поедите, посмотрите, что они сделали. Это все Лукашенко, Лукашенко. Пока фамилию не называю, но еще раз вот это услышу, уже по полной программе врежу. Хватит уже болтать про этого, что кто-то с ним на какие-то переговоры пойдет. У него одни переговоры, это как этот говорил, Аль Капоне, да, говорит, можно ли договариваться? А говорит, наша задача, говорит, мы не боги, не Господь Бог, поэтому наша задача быстрее обеспечить этому врагу встречу с Богом. Вот и все, больше никакого тут не может разговора быть. Этот урод, его действия привели к тому, что Украине нанесен страшный удар. Погибли десятки тысяч людей. Десятки разрушенных, города разрушены. Нет, опять вот это вот. Это просто обыкновенная кукла. Она опять заявила, что у него там союзное государство с этим кремлевским маньяком и так далее. Что же вы все время языками своими чешете поганым? Или вам взятки эта КГБ белорусская дает? Так вот смотрите, что получается. Вчера получается опять нанесли вечером удар по Киеву. Поганый такой, подступный такой завданный був удар. Ракетами там, че пять, че три. Ну короче, дві долетели до цивільних об'єктів. Влучили в 25-поверховий будинок. Ну и поранених. Постраждало 10 осіб. Частина в лікарні. И одна молода жінка загинула, корреспондент Радио Свободы. А она то при чем к этой деноцификації, демилитаризации. Ну врет, все время врет. Они сообщили эти гребаные московиты, что они нанесли удар по заводу Артема. То есть все время врут, 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 врут. Сейчас стали говорить, что там типа ядерный удар надо нанести по Украине и так далее. По себе нанесите удар. Вы не знаете, что с вами завтра будет. Может там будешь там в туалет пошел и не на то нажал и все. Как тот говорил. Говорит, не ходи в туалет. Говорит, вчера же выпили мы какого-то денатурата. Говорит, выпил один, так говорит, теперь с тобой с Канады разговариваю. Поэтому вы расслабьтесь, вы там болтаете что-то, что вы там что-то можете. В туалет нормально сходить не сможете, не можете. А вы рассказываете, там Вассерман этот начал опять там что-то про Финляндию говорить и так далее. Я ж уже вам рассказывал, да, этот анекдот. Говорит, спрашивают одного, призвали его там типа, говорит, судимости были, да, были. Грабил, насиловал, убивал еще. А как школу закончил? Да, на двойке. А спиртное употребляешь, да. Так говорит, у тебя вообще все отрицательно. Они говорят, почему, у меня, говорит, этот, говорит, что у него есть одно положительное качество. Какое, говорит, реакция Вассермана. Вот это же Вассерман тоже такой есть депутат. Ну, был Одесси, там, потом сбежал, там, что-то, когда-то выступал. Ну, такое я с ним в Одессе еще давно-давно, там, в 90-х годах, или когда-то, так сказать, мы с ним дискуссию вели. Он рассказывал мне, что Одесса будет частью Москвы. Теперь сбежал в Москву, депутатом там заделался. Ну, такое же вообще, как посмотришь. Так он сказал, что надо, говорит, с Финляндией надо что-то делать, потому что они же хотят в НАТО вступать. Там у них есть Сайминский канал, говорит. Так Россия, это Московия пересмотрит правила этого Сайминского канала. Он там как-то соединяет одну часть Финляндии по короткой дороге, с другой там больше 1,3 миллиона тонн груза за год. Год проходит и так далее. Ну, там, говорит, еще будут пересматривать. То есть, уже так они четко говорят, что Финляндия, приготовься. Ну, и Швеция же тоже заявила, что она будет в НАТО вступать, причем без референдума, там, путем решения парламента. В НАТО путем референдума, если я не ошибаюсь, вступала только Венгрия. А все остальные, так или иначе, там еще, кажется, кто-то. А все остальные решения парламента и вступали в НАТО. Не принимались никакие решения референдума. Но видно, что Московия так реально выстраивается против Швеции и Финляндии. Подгоняют они туда и эскандеры, и ракеты, и самолеты и так далее. Ну, и, в принципе, конечно, они заявили уже, что они не допустят вступления этих двух стран в НАТО. Поэтому, скорее всего, нанесут они по ним удары. Как только те заявят, примут решение, их парламенты о вступлении и подадут заявки, я думаю, Путин должен ударить. Ну, маньяк. Это однозначно. И почему я так считаю. Там сейчас опять очень обострилась ситуация на польско-белорусском границе. Там Лукашенко этот гауляйтер туда попер. Те самые, какую-то военную колонну на польскую границу. Они не успокоятся. Это выжившие с ума люди, сбрендившие полностью. Там это, что-то тоже в КН, это у них там выступало, что надо ядерный удар нанести и так далее. Как там, Маргарита это или как там. За оно ей надо, ядерный удар. Ой, боже мой, это все в голове не укладывается. Ядерный удар хотите, он на Чернобыльскую станцию поедте. Вот там, покопайтесь там где-нибудь в рыжем лесу, окопы выройте себе там, или шалаш, там, блиндаж какой-то сделаете. Там 3-4 дня побудете и будет вам ядерный удар по полной программе. Ну, что ж такое прямо. Так Путин, молниеносно ответим. Ну, Путин, ну что ты понимаешь в этом? Что ты вообще понимаешь? Ядерный удар. Тоже новый Ким Чен Иль нашелся. Путин. Это, ну, у тебя Воронежская, Курская атомная станция, Ленинградская атомная станция. Ну, вот тебе и будет ядерный удар. Долбанут туда ракетами и все. И вот тебе и полный ядерный удар. Ни Воронежа, ни Курска, ни Ленинграда, ни Москвы вашей не будет. Ядерный удар, ядерный. Как этот Попка, этот самый, повторяет ядерный удар, ядерный удар. Да мозгов нету, не соображает, что это такое. И главное, никто не остановит. Там десятки миллионов живут в этой Москве, где там, в этом Санкт-Петербурге, что же миллионов, сколько там, семих или Сен-Градской областью, так вообще до десяти. Взорвется ваша атомная станция, и вот вам ядерный удар будет. Ну, и идите тогда, хлебайте по полной программе. На части будете, пока там дойдешь до магазинчика за хлебушком. Раз, уже и там ноги и руки отвалились. Вот и все от ядерного этого взрыва. Ну, как бы вот просто, как будто в головах какие-то там черви вместо мозгов у них. Ядерный удар они нанесут. Ну, понятно, что терпит поражение в Украине, так надо же языком болтать. Ах, те ситуации для московитов очень тяжелые. Ничего у них не получается. Ничего. Огромные потери. Там морги эти в Крыму, и где только хочешь, заполнены под завязку. Эти рефрижераторы уже. Это ж... Ну, и видите, родители все молчат. Ну, где-то 50 тысяч надо, чтобы было уничтоженных, фрагментированных. Тогда они как бы уже начнут как-то по-другому себя вести. Ну, я думаю, вот как бы давайте... То есть ситуация, она чрезвычайно напряжена. И вот то, что участились вот эти разговоры про ядерный удар, про переход каким-то новым, новой интенсивности нанесения ударов, это, конечно, очень нехорошо. Это нехорошо, то есть это говорит о том, что проваливается вся эта путинская авантюра по отношению к Украине. Ну, естественно, крыть нечем. Поэтому заговорил про ядерный удар. Тем более сейчас становится все более жесткой позиция уже и европейских стран. То есть практически уже Германия тоже заявила, что она готова отказываться от российской нефти. Shell заявила, что вообще не будет покупать никакую нефть, в которой присутствует хоть небольшая доля российской нефти. Ни на их рынках, ни связанных контрактах, ни каких-то компаниях-посредников. То есть полностью Shell, первая из таких крупнейших международных корпораций, заявила, что она отказывается от российской нефти. Но это очень серьезно. Это очень серьезно. Видимо, сейчас другие корпорации также сделают. И можем говорить, то есть Германия уже, у них будет, уже есть соглашение с Польшей. Они с Даньска будут нефть брать. То есть они тоже, у них там 12% всего лишь зависимость от московицкой нефти. Поэтому остается только на сегодняшний день, как бы Италия. Ну, я думаю, Италия тоже сможет заменить. Вот. А реально, как бы, две страны осталось. Это Австрия. Опять выйдем на этого премьера. Ну, такой какой-то странный этот Нехаммер. Этот человек, конечно. И ОМВИ там вот эта их компания говорит, что они типа готовы в рублях. Не поймешь, что так говорит. Это фейк. ОМВИ говорит, что будет в рублях покупать. Вот. Ну, и Венгрия. Венгрия вот тоже, она нефти ту. Но надо, чтобы было единогласное решение. Поэтому, конечно, тут наступает какой-то момент истины. Я думаю, Италия, она найдет замену быстро. А вот эти две страны, Австрия, Венгрия, как бы, есть сложность. Но Австрия, она не пойдет против всех, потому что Норвегия к пятому пакету, кстати, присоединилась с санкцией против Российской Федерации. Это очень серьезно, потому что они почувствовали в себе угрозу. Реальную угрозу, что они там где-то после Финляндии, Швеции следующие в этом плане. Вот. И, как бы, они, то есть, более монолитной становится позиция всех стран. Они отказались платить в рублях. Это шантаж. Это правильно. Контракты заключены в чем? В евро, в долларах. Ну, и все. При чем тут рубли? Какие нафиг рубли? Кому они нужны, эти рубли? Что с ними делать потом с этими рублями? Поэтому, естественно, что они будут, они не нужны никому. И оплачивать в рублях, это значит поддерживать экономику агрессора. Это недопустимо, чтобы агрессор, который ведет геноцидную войну против Украины, которая защищает весь мир сегодня, весь мир защищает. В том числе и Индию, и Китай. Вот кому самая выгодная, кстати, эта война, это Китай. Потому что все вооруженные силы России все время уходят на фронт войны с Украиной. Поэтому Китаю придет время, он вообще так это свободно просто до Урала заберет всю эту часть Российской Федерации. Это ему война с Украиной, Российской Федерацией, это просто как бальзам им на раны. Поэтому, конечно, они еще и покупают сейчас по дисконту, просто бешено было 65 долларов за баррель дисконт. Сейчас урался их, а сейчас, не знаю, ну где-то приблизительно такая же цена. Ну и то же самое Индия делает этот, конечно, Брахман. Это премьер этот, это просто, конечно, то, что он вытворяет. Это какая-то Индия. В конце концов, что нельзя какие-то более жесткие к ней меры принять в Великобритании. Это же их колония. Вот, она входит в это содружество. В чем проблема? Что там королева не знает, как на них воздействовать? Соединенные Штаты Америки. Ну так это же просто их экономика, она там держится на ниточках. Там пару ниточек дернуть, и вся индийская экономика эта грохнется по полной программе. И начнется там, они едут там кастовых конфликтов столько, что, мама, не горюй. Сразу там гражданская война начнется. Это тоже мне еще колосс вырос на глиняных ногах. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот вопрос нефти, он очень, конечно, он кардинально важен. Потому что отказ от угля российского и от нефти, это серьезнейший удар по московитам. Серьезней. И по деньгам, и по остальным направлениям. Это означает, что они входят все в большую-большую такую изоляцию. То есть их все более погружают в эту выгребную фекальную яму. Этот Путин. Путин и его банду. Ну и получается все РМ. Поэтому, ну газ останется. Останется газ, но сейчас много предпринимается усилий. И многими странами, чтобы перейти на жиженый газ, на другие поставки. Как можно быстрее найти альтернативные источники. Я думаю, конечно, это сложный вопрос, но он будет решаться. И многие страны уже понимают, что фактически нельзя мириться с этим шантажом. Но с другой стороны, это еще раз подтверждает правильность выводов той же Тэтчер и английской королевы, Елизаветы и других умных людей. Это то, что вот это не должно Москве и быть. Что это вообще совершенно штучная сублимация, которая, кагибийский вот этот остаток имперский, который держит в колониальном иге. Колониальное иго установил над национальными протогосударствами. Вот 21 республика национальная, где большинство населения уже коренной этнос. Поэтому, естественно, они и названия такие имеют национальные. Та же Башкирия, или Мариэл, или Татарстан, и так далее, и так далее. Якут-Саха, ну уже не говорю про Дагестан, или Кабардино-Балкарию, или Осетию. Да даже та же Чечня. Понятное дело, что... Ну Кадыров не вечный. Ну он один только там. Он уже так всех там достал, что они просто уже спят и видят, как бы его вместе с его тейпом, так сказать, подвинуть. И это будет, это однозначно будет. Как только Путина сшибут, так и Кадыров полетит сразу. Никто ему не поможет. Тем более, что они, видите, в Херсонской области, в Луганской области, там, где они все, первое, что они делают, это грабят. Вот этот выступил губернатор же, этот самый Гайда из Луганской области, говорит, просто грузят самосвалами, этими камазами, там, каменами, и вывозят драгоценности, ценную аппаратуру, товары, все-все гонят. Грабят, грабят, грабят украинцев и вывозят. А там подвалил этот Приморский край, Херсон. Ну, херсонцам это большая наука. Это Мелитополь, Бердянску, херсонцам, всем этим, кто там предал, думали, что будет им хорошо. Вот теперь забирают, конфисковывают у них это зерно, эти все топливо, деньги, драгоценности, все конфискуют, забирают и по полной программе грабят так аж дым стоит. Это вам вот пример того, что надо было бороться, как Николаев стал, как Харьков, как Чернигов, как Сумы, как Киев. Захотели московитов, ну, теперь вот кушайте, по самые уши трескайте, вот вам результат ваш. Вот, вот что значит сдаться врагу. Это колоссальный урок, колоссальный урок для всех других должен быть. Поэтому я думаю, что так или иначе сегодня мы видим, что просто как бы сжимают Москву, сжимают ее. Путин аж там кричит, верещит, но ничего он сделать не может. И главное, он продолжает свою эту песню, дураку, баньку ломать, что у него спецоперация, что будут цели выполнены. Выполнены будут, когда бомбить Кремль будут, вот тогда будут цели точно выполнены, все эти. То есть Путин, может он специально, может он агент какой-то, что ему поставлена задача таким путем Москву разрушить. Вот, и он прикидывается, потому что, ну, нормальный человек такого делать не будет. Как нормальный, может, это великий, великий тиждень, такий светлый тиждень, после Пасхи, как это можно, после воскресения Христоу таки страшные, чинити злочины в Украине, вбивати детей, женок, людей похилого вику. Ну, взагалі, такий, це якийсь конвейер таких вбивств. Это, это, это просто, в 21 веке это просто немыслимое преступление, немыслимое преступление. Один, один прыщик такой, один вот этот вот окурок такое вытворяет. И банда его, конечно, банда. И все говорят, эти там кричат, что да, классный парень такой, там, трейтинг у него зашкаливает уже. Вот, ну и союзники ж у него есть. Поэтому я думаю, конечно, то, что Запад его сейчас обкладывает, как зверя такого, планомерно идет. И то, что они откажутся сейчас, европейские страны, от этой нефти. И это уже Польша, и Болгария отказались. Конечно, как это можно платить в рублях? Он еще будет там условия выступать, ну, выставлять. Ну, поэтому я думаю, это очень правильно. То есть, фактически будут прекращены всем. Я думаю, надо Украине разрывать с ними дипломатические отношения полностью, потому что это просто уже невыносимо. Ну, и надо, Зеленский, прекращайте газ качать по трубопроводу, чтобы им газ, что же они используют. Да, там уменьшилась очень сильно прокачка. Но все равно надо прекратить эту прокачку российского газа. Это недопустимо, Зеленский. Ну, вот, так подписывайтесь на мой канал, поддерживайте. 29 апреля. И идем дальше, смотрим, как это все будет развиваться. Но важно, что не только Путин не может как-то расширить свои позиции, пробить этот фронт солидарности европейских даже стран с Украиной. А наоборот, кольцо сжимается и все более горит вокруг него пространство. Это позитивно. Это очень позитивно. Это отлично. То есть, шестой пакет санкций будет. Он будет огромным. И он будет усиливаться, усиливаться и усиливаться. До новых встреч.